Друзья, всем большой привет! Сегодня мы продолжаем разбор трофейных немецких документов. И на очереди у нас интересный отчёт по опыту оборонительных боёв от 10 сентября 43-го года, в котором раскрываются данные, как распознать наступление советских войск. Сразу скажу, что в документе немцы постоянно говорят «русские, русские войска, русских». Это вообще характерная черта для немецких отчётов, поэтому убедительная просьба не писать мне в комментариях сообщения в духе автор. Вообще-то воевали не только русские, и что армия была советской. Ребята, я в курсе. Распознание признаков крупного наступления на самом деле является очень важным элементом ведения войны, учитывая, что обе стороны активно применяли обманные манёвры. Ну а теперь перейдём к самому документу. Цитирую. Штаб одного корпуса составил отчёт об опыте распознания признаков предстоящего большого наступления русских и о проведении подобных операций. При этом под большим наступлением здесь понимается наступление по меньшей мере дивизии, совершаемое при активной поддержке со стороны артиллерии и танков. Данными, говорящими о подготовке большого наступления, являются А. Если наша воздушная и наземная разведка отмечает подтягивание частей, совершаемое по железной дороге. Самым надёжным признаком является сосредоточение ЖД-эшелонов. Подвоз войск на автомашинах и подход их пешим порядком русскими почти не практикуется. Б. Если наша воздушная разведка обнаруживает большое число новых огневых позиций, новых мест для размещения автомашины танков и окопов для размещения частей на исходных позициях. В. Если начинают отмечаться новые батареи, возрастает активность артиллерии противника. Г. Если наши самолёты-разведчики и корректировщики наталкиваются на увеличение количества истребителей и зенитных средств со стороны противника, увеличивается количество самолётов на аэродромах противника. Д. Если на многих участках противник начинает планомерное строительство ходов сообщения, ведущих к нашим позициям, и создаёт на небольшом расстоянии от нашего переднего края целую систему стрелковых ячеек, в которых он сможет сконцентрировать для прорыва большие силы. Кроме того, если противник начинает разминирование как своих минных полей, так и наших, если создаёт проходы в заграждениях и заготавливает на небольшом расстоянии от своего переднего края материал для преодоления проволочных заграждений и водных преград, если устанавливается строительство новых мостов и путей подвоза в тыловых районах, обнаруживается ориентировка на местности. На переднем крае и между находящимися впереди окопами расставляются ориентировочные щиты и штанги. Если усиливается разведдеятельность противника, если за 2-3 дня до наступления увеличивается количество перебежчиков, очень часто накануне наступления выдаётся водка. Также русские пытаются всеми средствами скрыть свою подготовку к наступлению. Они очень ловко маскируют свои действия, поэтому очень редко удаётся обнаружить все признаки, приведённые в начале отчёта. Тем большее значение приобретает правильная оценка отдельных обнаруженных признаков, говорящих о готовящемся наступлении. Русские являются большими мастерами вводить в заблуждение. Они создают впечатление подхода частей на одном из участков, для того чтобы отвлечь наше внимание от другого участка, где они действительно собираются наступать, и заставляют нас преждевременно ввести в бой резервы на этом ложном участке. Они производят ложные передвижения, преимущественно танков и автомашин. Усиливая огонь из отдельных, часто меняющих свои огневые позиции орудий, создают впечатление усиления артиллерии, и сообщая частям о готовящемся наступлении, достигают того, что мы при опросе перебежчиков и пленных попадаем в заблуждение. Какие средства помогают своевременному установлению готовящегося большого наступления? А. Усиленная авиаразведка преимущественно в ранние утренние часы, когда противник не закончил еще своих ночных передвижений. При этом особое внимание необходимо обращать на следующее. На каких участках происходит движение ЖД эшелонов? Какое количество эшелонов? Где производится разгрузка? Тщательное наблюдение за дорогами. Не стали ли они шире? Не увеличилось ли по ним движение? Где появились ответвления? И где они заканчиваются? Где расположены танковые части? Где отмечаются новые огневые позиции? Где и в каком количестве построены новые стоянки для машин и укрытия? Б. Повышенная внимательность всех наземных наблюдательных пунктов. Любое изменение, произошедшее у противника, должно быть установлено и о нем необходимо доложить. Хороший наблюдатель должен тотчас же обнаруживать самые незначительные изменения, произошедшие у противника, и уметь сделать из этого выводы. Особенно внимательное наблюдение необходимо вести за строительством стрелковых ячеек и САПов, сколько метров отрывает противник за ночь и так далее. Ночью особое внимание уделяется подслушиванию. Необходимо суммировать выстрелы, произведенные противником, производить отдельный подсчет артснарядов и мин, выпущенных из реактивных средств. Любое увеличение числа произведенных выстрелов, которое не было вызвано ни действиями с нашей стороны, ни проведением операций со стороны противника, является подозрительным. За любым огнем со стороны противника необходимо тотчас же установить наблюдение. Особенно важно достать пленных и получить таким образом полную ясность относительно количества противника, расположенного на переднем крае. Обработка донесений имеет такую же важность, как и наблюдение за противником. Далее в документе отмечается последний полученный опыт по определению масштабных наступлений. Вот какие признаки там перечисляются. Огонь артиллерии прежде всего обрушивается на тыловые районы, огневые позиции артиллерии, командные пункты, на районы сосредоточения резервов и пути подвоза. Перед началом атаки начинается постепенное перенесение арт огня на переднюю часть основной оборонительной полосы. Это делается для того, чтобы к началу атаки сконцентрировать на переднем крае огонь всех видов оружия. Одновременно бомбардировочная и штурмовая авиация подавляет огневые позиции артиллерии, командные пункты и так далее. ПТР, противотанковые орудия и мелкокалиберные зенитные орудия ведут прямой наводкой огонь по наблюдательным и опорным пунктам. Подобная подготовка продолжается от 1 до 3 часов. Под ее прикрытием, следуя по заранее обозначенным путям, занимают свои исходные позиции для прорыва танки. В конце документа уже описывается советская атака с применением танков и пехоты. Вообще, изначально при прочтении документа я ожидал шапкозакидательства в духе, что советские войска делают все топорно и можно очень легко распознать все признаки. Но, как мы видим, немцы отмечали искусные обманные маневры со стороны наших войск.